Телефонные мошенники продолжают осваивать современные методы, в результате которых доверчивые граждане остаются без денег. Как противостоять телефонным аферистам, чтобы сохранить свои сбережения? Какие правила надо знать, чтобы не попасться на их уловки? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Это управляющий отделением Банка России по Карачаве-Черкесии Дмитрий Мещеряков и заместитель начальника отдела управления уголовного розыска МВД по Карачаве-Черкесии Эмир Балатов. Благодарю вас, что вы пришли к нам. И, Эмир, наверное, первый вопрос я адресую вам. МВД России говорит, что в этом году в России в два раза выросло число телефонных мошенничеств. А как бы стоят дела в Карачаве-Черкесии? Можем мы привести какие-то данные, статистику по нашей республике? Да, к сожалению, у нас тоже произошел рост преступлений данных категорий. Допустим, с аналогичным периодом прошлого года почти вдвое увеличилось количество преступлений. На сегодняшний день по 9 месяцев составляет порядка 819 преступлений зарегистрировано на территории республики. Тем не менее, нами ежедневно, ежечасно проводится работа, проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших данные преступления, устанавливаются, естественно, и привлекаются к уголовной ответственности. Хорошо. Скажите, мы видим, что виды телефонных мошенничеств постоянно растут, да? Они изобретаются новые-новые методы, о чем мы говорили вначале. Мы можем выделить самые распространенные виды телефонного мошенничества? Да, конечно, их немного. Один из самых распространенных видов телефонного мошенничества – это когда нашим жителям, гражданам звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка, после чего вводят граждан в заблуждение под различными предлогами, выманивая персональную информацию, которую они в дальнейшем используют для того, чтобы похищать денежные средства со счетов. Пройдем те или иные действия. Также очень распространенные виды мошенничества связаны с так называемой покупкой товаров, да, на различных торговых площадках, бесплатных сайтах объявлений, таких как Авито, Юла. Чаще всего людей заманивает, так скажем, сладкая цена. То есть вещи, которые продаются мошенниками, цена на них указана намного ниже рыночной. После чего опять же происходит контакт с мошенником, который говорит, вот либо отправьте нам, пожалуйста, предоплату за данный товар, так как цена снижена, мы не знаем, купите вы или нет. Либо переходят, есть так называемые службы доставки, которые должны доставлять этот товар. Они отправляют ссылки либо в мессенджер, либо по смс, после чего переходят на фишинговые, так называемые, сайты, куда вносятся свои персональные данные карты и похищаются денежные средства граждан. Также активно используются социальные сети для похищения денежных средств на них. То есть создаются так страницы, на которых размещают, допустим, тот или иной товар, накручивают отзывы, накручивают там пользователей на этой страницы, тем самым привлекают людей, большим объемом захватывают аудиторию, перечисляют денежные средства, то есть там идет по полной предоплате, после чего страница удаляется. Ну, так как самый распространенный вид кибермошенничества представляется сотрудниками банка, то, естественно, вопрос к вам, Дмитрий Владимирович. Вот согласно статистике МВД, в этом году атаки на клиентов банков со стороны мошенников выросли втрое. И вот такой вопрос к вам. Мы часто слышим в СМИ и в соцсетях, читаем о мошеннических звонках именно от имени сотрудников Банка России. Скажите, на самом деле могут ли сотрудники банка звонить своим клиентам? Хочу абсолютно однозначно сказать, что Банк России не обслуживает физических лиц как клиентов, с одной стороны. Соответственно, он не занимается обзвоном физических лиц. Более того, сотрудники Банка России, естественно, не пересылают какие-либо документы кому-либо. Поэтому, если на том конце провода вам кто-то представился сотрудником Центрального банка Российской Федерации, либо Банка России, это, собственно, одна и та же организация, то я предлагаю сразу положить трубку. Если у вас возникают какие-то сомнения, то целесообразно связаться со своей кредитной организацией по номеру телефона, который, как вы знаете, либо на оборотной стороне банковской карты обозначен, либо на официальном сайте кредитной организации. Мы знаем, что мошенники на месте, как говорится, не стоят. И такой вопрос. А какие еще уловки используют мошенники, представляясь сотрудниками Банка России? Мошенники используют самые разнообразные уловки. И если говорить, например, о тех мошеннических схемах, которые связаны с Банком России, то можно выделить еще одну. Она состоит в следующем. Что клиенту кредитной организации поступает звонок, и представитель Бюро кредитных историй, он называет себя именно так, сообщает потенциальной жертве о том, что в текущий момент времени осуществляется оформление кредита по паспортным данным этого гражданина, к которому поступил звонок. И пытается запросить информацию. Вы подтверждаете, что сейчас оформляете кредитное свое имя в онлайн-формате? Человек, естественно, отрицает это. После чего начинается второй этап данной схемы. Перебрасывают звонок более авторитетным товарищам, которые представляются уже сотрудниками либо Центрального банка, либо правоохранительных органов, либо подразделениями безопасности кредитных организаций. И они более авторитетно заявляют, что да, мы подтверждаем, что сейчас на вас оформляется кредит. И если вы хотите каким-то образом остановить это оформление, то вам срочно необходимо оформить встречный кредит на ту же самую сумму. Если честно, я очевидной причиной следственной связи между одним действием и другим, хоть убейте меня, не вижу. Но тем не менее такая схема существует. По факту, если все-таки потенциальная жертва попалась на этот крючок, то кредит по сути оформляется. И дальнейшим ходом мошенников является уже представление возможностей, просьба, требование о том, чтобы сохранить сумму этого кредита, перевести эти денежные средства на какой-то специальный, безопасный, особый счет, который ведется в Центральном банке. Но опять же, возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, еще раз скажу, что Банк России счетов физических лиц по факту не ведет. И, соответственно, какого-то супербезопасного счета просто не существует. Понятно, что мошенники очень быстро изменяют свое поведение в зависимости от той конъюнктуры, которая существует на рынке. Был период времени, когда относительно недавно, когда существовал достаточно высокий спрос на наличные деньги. Мошенники очень быстро подстроились под эти требования и предлагали схему, опять же, связанную с переводом денежных средств на какой-то счет, по которому возможно получение любой суммы наличных денег в максимально короткие сроки. Они очень быстро подстроились под требования той рыночной ситуации, которая была на тот момент времени. Также достаточно популярны схемы, связанные с возможной монетизацией тех бонусов, баллов, которые получают клиенты в рамках программ лояльности, предоставляемых кредитными организациями. Здесь суть схемы состоит в следующем, что поступает звонок потенциальной жертве, и представитель банка, но опять же мошенник, как мы понимаем, информирует гражданина о том, что есть возможности накопленные баллы по программе лояльности, превратить в реальные денежные средства в рубли, и рассчитывается им уже более широко, а не в рамках программы. Соответственно, для этого необходимо, условно говоря, оплатить какую-то комиссию, и дальше начинается стандартная схема. Пожалуйста, сообщите номер, цифровой код, который поступил в смс-сообщение, и так далее, денежные средства выводятся. У нас все течет, все меняется, и постоянно появляются новые схемы. В большинстве случаев мошенники сейчас стараются отходить от схем, связанных с использованием телефонии, а переходят уже в мессенджеры. Скажите, вот как человеку понять, что ему звонит мошенник, если на том конце провода вас называют по имени, отчеству, и могут даже назвать номер карты вашей? Человек, естественно, подумает, что ему звонит сотрудник банка. Понятно, что мошенники достаточно активно используют не только психоэмоциональные методы воздействия на свою потенциальную жертву, на гражданина, но и технические средства, либо программные комплексы, которые по факту позволяют осуществлять подмену телефонного номера. Естественно, когда ты видишь звонок из кредитной организации, в которой у тебя открыт счет, ты уже с определенным доверием относишься к началу, собственно, разговора телефонного, но здесь тоже нужно быть максимально внимательным. Зачастую мошенники, вы правильно сказали, располагают какой-то информации личного свойства, например, фамилия, имя, отчество, номер телефона, даже, может быть, номер банковского счета или карты. Здесь, мне кажется, нужно быть максимально аккуратным с самим гражданом. Почему? Потому что зачастую, даже я у своих знакомых вижу в социальных сетях, человек хочет похвастаться своим статусом и читает фотографию премиальной карты кредитной известного банка. Там полностью читается номер этой карты. Более того, ряд граждан пересылают фотографии своих паспортов через мессенджеры. Да, может быть, и получатель не имеет какого-то злого умысла, но, согласитесь, может возникнуть ситуация, когда телефон просто будет утерян или украден, и эта информация станет доступна третьим лицам. Поэтому я призываю всех максимально аккуратно относиться к персональным данным и к тому цифровому следу, который мы оставляем в социальных сетях и в интернете в целом. Скажите, по-прежнему популярным становится такой обман телефоном мошенничества? Мы знаем такие яркие примеры в средствах массовой информации. МВД тоже приводила пример. Когда пожилой женщине, маме звонят и говорят, ваш сын попал в больницу, требуется средство. И люди, недолго думая, сразу перечисляют. Сохраняется такой способ мошенничества? У нас было недавно несколько совершенно таких преступлений. Мы их раскрыли. Здесь, в данном случае, звонки поступали пенсионерам. Причем поступали звонки с таким уклоном, что не ваш сын попал в ДТП, а там, допустим, девушка на том конце провода говорит, мама, я попала в ДТП. Поэтому пенсионер как-то попадал в стрессовую ситуацию. Звонок перехватывался там другим каким-то человеком, который уже представлялся сотрудником правоохранительных органов. Я говорил там, вот там решение того или иного вопроса и больницу, нужны денежные средства, сейчас у вас подъедут, заберут. Люди, которые подъезжали за денежными средствами, были нанятыми курьерами, нанятыми мошенниками-курьерами. Они приходили, просто забирали деньги и уходили. Хотелось бы предупредить население, чтобы они были бдительными. Если даже вам поступил такой звонок, созвоните со своими родственниками, переговорите. Я думаю, что все обойдется. На мой взгляд, чтобы каким-то образом минимизировать вот такое воздействие на людей старшей возрастной группы, здесь должны, конечно, поучаствовать и члены семьи, более младшие, рассказать своим старшим, каким образом необходимо себя вести в той или иной ситуации. Понятно, что на уровне законодателей, да и, собственно, кредитные организации сейчас предлагают определенные механизмы, которые позволяют ограничить возможность, например, установить какие-то лимиты на расход денежных средств в течение дня, недели или месяца, а также на размер одной транзакции, платежа, который осуществляется из личного кабинета. Поэтому, если есть такие возможности, можно ими воспользоваться для того, чтобы оградить лиц старшего возраста, да не только их, собственно, и самих себя. Плюс есть варианты, когда можно ограничить возможность получения онлайн-кредитов. Тоже, казалось бы, для чего это делается? С одной стороны, мы ограничиваем возможность получения онлайн-кредитов, но при этом есть возможность дистанционно это ограничение снять. Казалось бы, в чем логика? А логика в том, чтобы был определенный временной лаг или разрыв между моментом выхода на жертву, то есть когда мошенники человека привели уже в определенное психоэмоциональное состояние, когда он, собственно, готов сделать все, о чем его просят. И тем моментом, когда такая техническая возможность возникнет. Может быть, в течение этого времени человек одумается, начнет все-таки размышлять, либо с кем-то посоветуется, что по факту не позволит ему осуществить существенную ошибку, которая в конечном счете может привести к тому, что средства, собственно, будут выведены со счета. Хотелось бы добавить, в данном случае, допустим, если мезлоумышленники воспользовались вашим личным кабинетом и оформили на вас кредит, то вам отвечать за этот кредит, то есть даже если у вас будет уголовное дело, то до момента, пока мы не установим лица, совершивших преступление, не дойдем до возмещения ущерба, человек будет оплачивать этот кредит. Я бы рекомендовал людям периодически запрашивать информацию в бюро кредитных историй. Раз в полгода можно этот запрос оформлять абсолютно бесплатно и получать соответствующую информацию о том, фактически получали ли вы кредиты, либо кто-то на вас получал ли кредит или нет, с тем, чтобы можно было, соответственно, прореагировать и понимать вообще, в каком состоянии вы находитесь. Вот очень распространенные, допустим, микрофинансовые организации, это вот это быстрые займы. У нас неоднократно были зарегистрированы такие случаи, когда лиц без их ведома оформляли микрозаймы. Это было в случае утечки их, допустим, паспортных данных, ксерокопии паспорта или еще что-то. Специальными графическими редакторами редактировались фотографии, получали займы, мошенники. Так что со своими персональными данными быть надо максимально осторожными и аккуратно. Я знаю, что вы работаете очень часто без выходных, и это действительно факт, дорогие наши зрители. Дмитрий Владимирович, чтобы помочь нашим жителям вернуть похищенные деньги, наказать мошенников. И у меня к вам такой вопрос, Дмитрий Владимирович, к вам и к вам и мир. Какие меры предпринимает Банк России и МВД, чтобы уберечь жителей нашей страны от кибермошенников? Понятно, что и Министерство внутренних дел, и Центральный банк, мы работаем прежде всего в том правовом поле, который формирует законодатель. Естественно, выполняя требования тех законов, которые на территории Российской Федерации действуют. Совсем недавно президент Российской Федерации подписал закон об организации информационного взаимодействия между Банком России и Министерством внутренних дел. Документ фактически создает условия для организации оперативного обмена информацией между банковским сообществом и представителями Министерства внутренних дел. Он вступит в законную силу в октябре следующего года. И, на мой взгляд, я уверен, что он позволит значительно сократить время, связанное с пробегом, в том числе отчасти почтовым пробегом, отработкой тех запросов, которые готовят представители Министерства внутренних дел в кредитной организации для того, чтобы разобраться в том или ином деле. Понятно, что без информации, которую кредитная организация представит подразделению МВД, собственно, не будет фактуры для проведения тех или иных следственных либо оперативных действий. По факту подразделения МВД будут подключены к автоматизированной системе Финцерт Банка России, в которой содержится информация об операциях, проведенных без согласия граждан. Они практически, коллеги из МВД, смогут буквально в оперативном, чуть ли не в онлайн-формате получать информацию о таких операциях. МВД, в свою очередь, будет передавать в Финцерт сведения о совершенных противоправных действиях. При этом участниками этой системы, естественно, являются и кредитные организации. И они со своей стороны, уже видя эти данные, располагая ими, смогут внести существенные изменения в те бизнес-процессы, которые позволят кредитным организациям минимизировать возможность реализации тех мошеннических схем, которые, как мы с вами видим, постоянно видоизменяются. Более того, законодатель внес достаточно серьезные изменения в 2021 году. Эти изменения были внесены в федеральный закон о связи. И они, фактически, изменения эти обязывают представителей сотовых операторов осуществлять блокировку подменных номеров. И, соответственно, огромное количество номеров уже сейчас было заблокировано. Почему? Поэтому мы видим в том числе и некоторый переход на мессенджеры. На мессенджеры, да. Это один момент. Другой момент, это вот то, о чем говорил Эмир, это мошеннические сайты. Часть информации распространяется именно через них. Оттуда осуществляется вывод персональных данных. И поэтому относительно недавно блокировка таковых сайтов могла занимать целые месяцы. Сейчас внесены изменения в соответствующее федеральное законодательство. И Банк России может обращаться в прокуратуру для того, чтобы блокировка этих мошеннических сайтов осуществлялась максимально быстро. Уходят буквально пару дней для того, чтобы сайт, который действительно ведет такую противоправную деятельность, блокировался. Основная наша была проблема в том, что у нас не было организовано, допустим, такое электронное взаимодействие. Вот сейчас, благодаря взаимодействию, мы организовали уже электронный документ оборот. Все это намного сократило наше время раскрытия, и способы раскрытия преступлений. Проблема, знаете, в чем? Большинство преступлений, точнее, большинство лиц, которые совершают преступления данной категории, они находятся не в нашем субъекте и не в ближайших субъектах. Они находятся, я не знаю, могут там в Новосибирске сидеть за компьютером и так далее. И у нас в центральных офисах, то есть нет, все запросы обрабатываются конкретно в каком-то регионах каждого банка, насколько я понимаю, так было. Сейчас это все уже скомпоновано, идет электронный документ оборот. Это нам очень хорошо упростило задачу и время раскрытия преступлений. Завершая нашу встречу, я бы хотела подвести своеобразную черту. Дмитрий Владимирович Эмир, что бы Вы посоветовали все-таки нашим жителям какие-то правила, может быть, такие вот нехитрые, чтобы они не попались в лапы телефонных машинников и смогли сохранить свои следствия. Тривиальные советы, что не сообщать данные своей банковской карты никому, не пересылать фотографии лицевой оборотной части карты через мессенджеры, не сообщать информацию, которую Вы получаете либо в пуш-уведомлениях, либо в СМС-сообщениях, которые поступают от кредитной организации. Не вводить свои данные банковской карты на непроверенных сайтах. Если человек занимается шопингом в интернете, лучше использовать проверенные торговые площадки, либо использовать приложения. Официальные приложения этих интернет-магазинов, вероятность мошеннических действий здесь существенно снижается. Есть еще один момент. Не нужно перезванивать по тем номерам, которые Вам поступают под видом звонков от кредитных организаций, либо СМС-сообщений с неизвестных номеров. Не нужно переходить по тем ссылкам, которые в этих сообщениях содержатся, потому что с высокой долей вероятности они Вас могут привести, опять же, на мошеннический сайт. Тут есть еще один момент, связанный с кибер-угрозами. Там может либо троянская программа, либо какой-то вирус, который тоже, если должным образом не защищено ваше оборудование, ваш гаджет, нанести определенный вред и в том числе похищать ваши персональные данные. Тайны личной жизни, переписки и так далее. Что касается фишинговых сайтов, мы их так обычно называем, это сайты подмены. Это к вопросу о том, когда люди приходят к нам с заявлением и говорят, откуда они знают наши персональные данные. Вы же сами их вводили, допустим, месяц назад покупку совершали. Надо понимать, что эти сайты тоже взламываются, оттуда тоже похищаются эти данные, выкладываются в сеть, продаются на теневом интернете. Поэтому это все попадает в руки злоумышленников, которые в дальнейшем это все используют. Очень важный момент, который, на мой взгляд, тоже каким-то образом должен граждан остановить в принятии скоропалительных решений. С чем он связан? С тем, что по факту, если банк видит какую-то нетипичную операцию, которую вы совершаете, у банка по факту в отношении каждого клиента сформирован определенный профиль. Но если я, например, не осуществляю покупки в интернет-магазине на сумму 100 тысяч рублей, то я их не осуществляю. И эта операция банковской системой, информационной банковской системой в той или иной кредитной организации, она, естественно, будет считаться нетипичной операцией. У меня у самого был конкретный пример, когда я осуществлял покупку в интернет-магазине, и мою операцию заблокировал сам банк. Мне пришло сообщение, что ваша операция приостановлена, с вами свяжется представитель кредитной организации. Абсолютно реальная ситуация. И информационно-аналитические банковские системы могут это делать, и блокировка абсолютно законно осуществляется. Кредитная организация, видя сомнительную активность, либо нетипичной операции по определенным машинным алгоритмам они их выясняют, вычисляют эти операции. И банк может приостановить на 48 часов проведение того или иного платежа. Согласитесь, двое суток – это вполне адекватное время для того, чтобы человек оценил какие-то вероятности и сделал для себя правильные выводы. Естественно, в течение этого времени человек должен связаться с кредитной организацией и проинформировать, совершал ли он этот платеж, либо не совершал его. Если человек не выйдет на связь с кредитной организацией, то платеж будет осуществлен. Но согласитесь, это тоже действийный механизм. Плюс тот механизм, который я, собственно, сам использую, другим советую – не поленитесь, заведите отдельную банковскую карту для того, чтобы пользоваться ею при расчетах в интернете. Или ту карту, с которой вы будете переводы осуществлять через S-болы непосредственно из личных кабинетов. И периодически заводите туда относительно небольшую сумму, либо под конкретную покупку. По крайней мере, уровень потери, который, возможно, в этом случае, будет существенно ниже, если вы, например, используете для таких целей зарплатную карту. Если человек не хочет нести дополнительные затраты, можно, в принципе, деньги держать на счете до востребования в кредитной организации и оперативно переброску делать на ту карту, с которой вы, по факту, будете осуществлять расчеты. Очень простой способ, но, по-моему, очень действенный. По факту, потери в данном случае может быть существенно уменьшены. И как бы там злоумышленники ни старались, если на счете 10 рублей, ну да, возможно, вы их и потеряете. Но это не будет абсолютно фатально для вашего бюджета. А карту в этом случае можно легко перевыпустить, опять же, пользуясь теми дистанционными сервисами, которые представляют кредитные организации. Я благодарю вас, Дмитрий Владимирович, Эмир, за очень подробные, интересные ответы. Я думаю, что если наши зрители слушали внимательно нашу программу, они поняли, как можно себя уберечь от телефонных мошенников, чтобы сберечь свои сбережения. Еще раз благодарю вас и надеюсь, что это не последняя наша встреча. Предлагаю встречаться чаще, говорить на эту тему, потому что действительно тема очень важная и нужная. На этом наша программа подошла к концу. Я прощаюсь с вами, дорогие зрители. Увидимся с вами завтра, ровно в 8.00. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok